Сегодня хотелось бы осветить такую тему, как занятия онлайн, но с такой стороны, возможно, неожиданной. У занятий через Skype, через Zoom, не знаю, как там многие занимаются, по гитаре есть одно абсолютно неоспоримое преимущество перед занятиями, когда человек к тебе приезжает лично. Какое? Я сейчас объясню, и многие со мной согласятся. Напишите потом в комментариях, что вы об этом думаете. Давайте, вообще, это видео, оно выходит в первую очередь на моём Boost, и если кто-то не подписан на него, я ссылку внизу оставил. Там есть материалы, которые вообще никогда не выкладывают свой общий доступ, есть база знаний громадная, есть различные системы подписок, есть жизненное видео, я имя только там делюсь, есть такой уже более закрытый условно для своих материал, и самое главное, что есть онлайн-школа, которая прямо эта мега-система, мега-уникальна, я очень ей горжусь. Эта система занятий, они вроде как индивидуальны, вроде не индивидуальны, и за такие деньги уроков такого уровня, я вас уверяю, не найдёте вообще с такой программой, с такими заданиями, вообще вот с такой системой, с такой организацией. Подписка внизу, так что в любом случае вам спасибо за поддержку, хотя бы за то, что вы, например, подпишетесь на мой ютубчик. Так вот, возвращаемся к теме онлайн-занятий. Вообще у меня такой экскурс в историю, у меня перефокусировка на занятия удалённо, она случилась ещё тогда, когда удалённая работа не была трендом, это был год, по-моему, 2011, и там так получилось, что я переехал в Москве, я ещё жил, я переехал с одной квартиры на другую, и переехав, у меня возникло, я, естественно, начал делать ремонт, и я с семьёй жил на съёмной квартире, снял квартиру, а в этой квартире делал ремонт, а на съёмную квартиру, там она, ну она небольшая, там двухкомнатная была, и мне просто некуда людей было приводить, и я говорю, парни, вот такая ситуация, мне нужен месяц сейчас для того, чтобы закончить ремонт, тогда вы сможете ко мне ездить, там отдельное помещение будет, отдельная комната, где я работаю. И вот этот месяц пока мы ждём, у меня следующее предложение, давайте попробуем, поработаем по скайпу. Люди начали кривить лицо сразу, да ну, да ну, что, это люди все, они приезжали ко мне, я раньше не работал по скайпу до того момента, я говорю, давайте попробуем, ну если вам, ну совсем не зайдёт, ну совсем будет не очень, ну после первого занятия вы поймёте, что ну лажа, да, то тогда, в общем-то, и пропустим просто месяц, я понимаю, что это потери для меня, да, финансовые, буду серьёзно, ну а чё делать, да, ну пропустим месяц, ну со следующего месяца начнём уже, соответственно, опять в том же режиме будете приходить ко мне. Ну давай попробуем, ну давай. Итогом этого стало вот что, я сделал ремонт, въехал туда, значит уже пересел, всё поставил, оборудование там всё, и по итогу вот из всех, кто занимался по скайпу, знаете, сколько человек вернулось обратно и начал приходить ко мне на занятия? А я вам скажу, ноль. Все те, кто пересел на удалёнку временно, изначально, они на ней потом и остались. Я начал спрашивать, там были даже чуваки, которые жили в пяти минутах от меня, вот реально, прямо в моём районе, там в нескольких домах от меня. Я спрашиваю, говорю, а чё, расскажи, как твои впечатления, почему ты всё-таки решил по скайпу-то дальше заниматься? Он говорит, так нахрен мне надо? Всё, говорит, то же самое, только тут мне одеваться, значит, идти топать, значит, по грязи по всей, потом пришёл, говорит, руки там, значит, дубовые, холодные, сидишь, говорит, разминаешься, времени, говорит, потери огромные, а всё то же самое. А тут, говорит, я сел, спокойно размялся, в своей комнате, в своём стуле, чаю себе налил, всё размялся, и вот он ты, и вот мы и занимаемся, а так, говорит, то же самое. И с этой точки зрения, точнее, не с этой точки зрения, А именно вот так посчитали вообще все, кто, повторяю, они ходили ко мне, многие ходили там не один год, а потом взяли и пересели на скайп, потому что нахрен надо тогда, собственно. Это было интересно для меня. Кстати, именно поэтому в конечном счёте я переехал, переехал в Испанию, многие знают, я живу в Испании, и переехал я ещё, я вот 10 лет назад переехал сюда, потому что в какой-то момент я посчитал, так если я, собственно, работаю по скайпу, ко мне никто не ездит, какой мне смысл сидеть в Москве? Я переехал туда, где мне нравится больше климат. Климат, я всю жизнь знал, что человек должен жить возле моря под голубым небом, и я сейчас живу возле моря под голубым небом. У нас зимой, ну сколько сегодня? Сегодня 25 декабря, вот по прогнозу сегодня у нас на улице 16 градусов, светит солнце, и все дни солнце, 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 посмотрите просто, это просто пипец, ночью, ну ночью, ладно, блин, опустится даже до 5 градусов, холодно, кстати, и вот даже бывает до 1 градуса опускается, очень мало дождей, 300 солнечных дней в году, короче, я переехал, ладно, лишнее об этом. В процессе привыкания, можно сказать, к скайпу, я тоже поменял программу и поменял свой подход к работе, и когда я его поменял, выяснился, вот нашёлся одна такая вот черта, такое преимущество перед очными занятиями, что мои студенты начали прогрессировать быстрее, даже те, кто очным. И давайте я вам покажу, возьму гитару, и как ни странно, для многих вот в основном это касается работы с руками, т.е. когда мне надо ставить руки или ставить движение там или ещё что там, вот предположим, я ставлю левую руку человеку, и вот он ко мне пришёл, вот ко мне пришёл человек, я говорю, ну сейчас будем ставить левую руку в так называемую классическую позицию левой руки, это не совсем классика, это тараля-валя адаптированная под электрогитар, неважно. И вот он, я говорю, поставь, просто говорю, поставь для начала на первой струне 5, 6, 7, 8, он там ставит, например, вот так, ну классическая история. Как я делал раньше, и как делают в основном преподы, и чего вы ждёте, ожидая, что, блин, нет, ну когда человек может там своими руками что-то поправить, это совсем другое, конечно, другое, намного хуже, я сейчас объясню. Так вот, человек поставил, я подходил к нему и говорю, смотри, брал прям своей рукой, говорю, смотри, вот расслабься сейчас, не отжимай пальцы от струны, но расслабься, он расслабляется, я говорю, смотри, первое, что мы делаем, ладонь вот сюда, вот, большой палец смотри, видишь, примерно на середине грифа, видишь, у тебя ладонь была вот так завёрнута, теперь я тебе вот так сделал, он такой, ага, да, я вижу, смотри, говорю, излом вот этот вот убираем, вот так, оп, понял, вот смотри, видишь, прямая линия, да, да, всё, вижу, да, здесь смотри, вот это вот, убираем, вот, видишь, прямая линия, видишь, она расслаблена у тебя, вот, схватись за гитару, он, ты схватился, всё, говорю, вот, никуда не надо, ага, всё, да, понял. И вот там, например, на уроке мы там поставили ему левую руку, что дальше? А дальше, что происходит самое главное? Как я всегда говорю, самое основное, это не занятие с преподом, а самое основное, это выполнение и контроль с домашними заданиями. Кстати, если ваш препод не даёт вам домашки или не проверяет их, можете смело от него уходить, потому что платить ему деньги не нужно, поскольку это не препод, а говно на палке. Так вот, извините, что так жёстко, но это правда, и я таких преподов, вот, ко мне студенты приходят, я просто устал уже с ними работать, говорю, устал просто даже смотреть, мне устало быть жаль моих студентов, потому что я говорю, ёлы-палы, а зачем ты к нему так долго ходил, там же ноль, вот продажи, видишь, что, ну никак, человек с тобой вообще не работает, ну, надо было сразу валить, блин, ну вот, и вот, например, вот ты ему раз, своей рукой всё сделал, всё, занятие закончилось, он уходит, ну, к следующему разу подготовь вот постановку левой, будешь показывать. И вот человек приходит, теперь, смотрите, человек пришёл домой, в какой-то момент начал отрабатывать, пытаться это делать, решил позаниматься. Так, и вот он левую руку поставил, а как он её теперь поставит-то в ту же позицию, как я ему на уроке-то показал? Ведь на уроке-то я своей рукой ему поставил, правильно? Да, окей, я объяснял, вот смотри сюда, вот здесь, вот здесь, вот здесь, но он-то сам так не может, потому что он просто не понимает, какие действия ему надо совершить там с левой рукой, чтобы поставить её в нужную позицию. Он вроде как-то пытается, так, ну, блин, вот изгиба вроде нет, вот здесь вроде нет изгиба, вот большой палец на середине, ну, вроде оно, он приходит ко мне, я говорю, ну, показывай постановку левой, он там что-то вот такое изображает, я говорю, блин, ну, старик, он говорит, ну, смотри, вроде всё верно, ты же вот говорил, я говорю, ну, нет, у тебя пальцы с крючей, ну, смотри, вот так вот делаем, понял? Там вот, вот смотри, да, что здесь пальцы ослабляем, вот так вот там раскрепощаем их, вот как предмет мы держим в руках, мы же не так его держим, правильно? Это вот расслабление, там тральвалит рыбый, понял, да, ну, вроде понял, да. Он уходит, опять он на занятия сидит на самостоятельном, когда он один на один, и он не понимает, как это сделать. Ну почему? Ну потому что я вместо него ставил его руку, не он сам во время урока со мной, я этим занимался, но он этим не занимался, потому что я контролировал своей рукой. Когда мы занимаемся по скайпу, у меня нет возможности своей рукой руку человека потрогать. И началось всё с того, чтобы изобрести такие слова и изобрести такие вот критерии, чтобы мне во время постановки левой, ну например, то же самое левой руки, во время урока сказать, смотри, сделай сейчас вот первое, сделай вот это. Человек сделал, я говорю, смотри, во время того, как ты это делаешь, следи за этим, за этим, за этим, понял? Да, понял, вот всё, сделал, теперь сделай вот это, теперь сделай вот то, вот то, вот то, вот то. И у него раз, левая рука, и вот эти последовательность действий она приводила его в итоге в нужную постановку. Так вот эта последовательность действий, так как она проговаривается словами, это можно записать. Я начал это записывать людям, им выдавать, вот смотри, делай вот так, вот такая вот последовательность действий. Понял? Он понял. И когда он приходил домой уже, например, у него есть записанная последовательность действий, например, текстом можно записать её, например, и отправить ему, он читает, так, первое – поставить, не знаю, руку под гриф, второе – согнуть пальцы, третье – сделать то, четвёртое – сделать то, и он, если делает вот эти действия последовательно правильно, то, соответственно, он он приходит к нужному результату сам, без моего участия. А это, повторяю, самое главное, поскольку даже если вы занимаетесь с преподом 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. суммарно у вас 4 часа в неделю урок с преподом, а при этом вы занимаетесь на гитаре самостоятельно каждый день хотя бы по часу, ребята, у вас почти в 2 раза разница по времени, сколько вы занимаетесь с преподом и сколько вы занимаетесь сами. Вы самостоятельно занимаетесь 7 часов в неделю, а с преподом получается 4, вам гораздо важнее то, что вы делаете сами без препода, чем то, что вы делаете с преподом. Кстати, именно поэтому я в своё время сократил занятия сначала до 1 часа, потом до 45 минут, а потом сократил их до 30 минут, и этого хватает вот так вот выше головы, чтобы всё проверить, посмотреть, попросить сделать при тебе, позаниматься музыкой и уже отпустить человека на все 4 стороны, как это ни странно. То есть, вот выдача вот этих инструкций, которые человек может сам во время самостоятельных занятий прочитать, применить и поставить левую руку самому, не дожидаясь тебя, пока ты ему опять своей рукой в очередной раз исправишь, вот это дало очень серьёзный рывок в прогрессе студентов, потому что они элементарно начали эффективно заниматься самостоятельно, эффективнее, в разы просто, в разы. Вот этот плюс скайпа, он есть, он есть для студентов, т.е. вы от этого выигрываете, но выигрываете, тут есть оправданная сторона этого, вы выигрываете ровно при одном условии, если у вас препод не дурак, потому что вот эти инструкции, их надо составить так, таким образом, настолько понятно, так это всё изобразить, чтобы это было понятно любому студенту, который условно гитару даже вчера купил, или у которых находится, например, во власти своих стереотипов от предыдущих преподов, постановок, от предыдущего опыта, например, не очень хорошего опыта обучения, скажем, с преподом. И вот препод, он должен уметь это показать, объяснить и составить тебе грамотную инструкцию. Могут это не то, что далеко не все, но я не буду кривляться, не буду лишний раз скромничать, но я могу сказать, я лишь не знаю и не видел ни одного, у кого вот эти самые инструкции, они были настолько же чёткими и подробными, как у меня. Кстати, в комментах, если кто-то из моих студентов или занимавшихся у меня смотрят, отпишитесь, пожалуйста, подтверждаете ли вы эту точку зрения, подтверждаете ли вы этот факт, а это, блин, факт, на мой взгляд, я такого, да я даже не слышал о таком никогда. В общем, впоследствии, на самом деле, перешло всё к тому, что я даже не стал на занятия это делать всё, т.е. я вот эти самые инструкции, я их начал оформлять заранее и просто выдавать человеку заранее. Смотри, старик, к следующему разу подготовь вот это, забросил ему, и он, соответственно, готовит. А ты уже работаешь с тем, как он это воспринял, как он это понял, исправляешь ошибки, и к следующему разу он уже готовит, скорее всего, без ошибок всё это дело. Вот такое неожиданное свойство обнаружилось у удалённых занятий. На этом свойстве, на самом деле, я и базировал в конечном итоге заочные уроки, ведь ты можешь, например, домашку проверять не сиди при человеке, а проверять её заочно. Проверил, отправил человеку результаты этой проверки, он дальше с этой проверки уже какие-то ошибки свои исправляет, верно? Потом из этого вышла онлайн-школа, вот, собственно, то, что я рекламировал в самом начале, куда я всех призываю записываться и срочно заниматься. В общем, из этого получилась вот такая вот целая система, которой, повторяю, я таком никогда не слышал, и, на мой взгляд, такого ни у кого нет. Занимайтесь на гитарах, подписывайтесь на, во-первых, мой ютубчик, включайте там уведомления, лайкосы ставьте, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, неважно, занимались вы у меня, не занимались вы у меня. Подписывайтесь на мой Boosty, на котором вы можете просто меня и поддержать, или получить доступ к этой самой онлайн-школе. Кстати, напоминаю, две первых недели там бесплатные, так что каждый может попробовать и вообще посмотреть, как оно выглядит. Я могу точно сказать, что вы такого никогда не видели, ни у одного из преподов такого нет. Ну, пока. Я знаю, что потом, конечно, стырят у меня, преподы привет, но пока этого нету, а я всегда буду на шаг впереди их, потому что мы были первыми, как говорили Ледзепелин, а ваша участь только остается кривляться. Обезьянничать, они сказали.